Как бы так поняли, что такое братство, братьев много, но братства мало, потому что скучается понимание братства. И можно очень часто слышать у братьев, я тебя люблю ради Аллаха, что об этом сказал шейх Мухаммад на суде на Альбане, спрашивающий, спрашивает человек у шейха Альбана, Обязательно ли говорит человеку, который любит ради Аллаха, сказать, я люблю тебя ради Аллаха, шейх отвечает, да, но при этом у любви ради Аллаха высокая цена, мало кто может ее заплатить, вы знаете какая цена любви ради Аллаха? Кто-то из вас знает эту цена? Кто знает, пусть даст нам ответ, он спрашивает. Один из присутствующих, посланник Аллаха говорит, семерых укроет Аллах в своей тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. Из них два человека, которые любят ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ради него. Да, на самом деле есть хадис, вот это качество присутствия там. И еще, Аллах отвечает, эти слова правильны сами по себе, но они не служат ответом на вопрос, но это не тот ответ. Это приблизительное, причем неполное определение понятия любви ради Аллаха. Он уточняет, мой же вопрос таков, какую цену должны заплатить два человека, любящих ради Аллаха, один другому? Я не имею ввиду награду в последней жизни, спрашивая об этом, я хочу сказать, какое практическое доказательство существования любви ради Аллаха между двумя любящими? Ведь два человека могут любить друг друга, но при этом их любовь всего лишь образная. И какая же тогда настоящая любовь? И что может заявляться доказательством настоящей любви? Потом другой присутствующий просит отвечать, говорит, он должен желать своему брату того же, что желает своему себе, самому себе. Шерлабаня отвечает, это качество любви или некоторые свойства любви. Один из присутствующих, священный Аллах сказал, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда вас воззывет Аллах. Шейх сказал, это правильный ответ, но на другой вопрос. Один из присутствующих, ответ может содержаться в достоверном хадисе. Есть три качества, и кто будет обладать ими, тот ощутит сладость веры. К тем, кто ощущает сладость веры, относятся двое, которые любят друг друга ради Аллаха. Шейх отвечает, это плод любви ради Аллаха. И какой же сладость, которую человек ощущает в своем сердце? Один из присутствующих, священный Аллах сказал, клянусь перед вечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые вырвали, совершали правдные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. Шейх сказал, молодец, это и есть ответ. Объясняю этому следующее. Если я действительно люблю тебя ради Аллаха, то я стану давать тебе искреннее наставление, побуждать к добру, терпению, праведности, удерживать от греховных тем. Точно так же и ты будешь ко мне относиться. Поэтому очень редко, когда среди тех, кто заявляет о своей любви ради Аллаха, имеет место искреннее наставление. В этой любви могут проявляться какие-то признаки искренности, однако неполные. Это потому, что каждый из нас учитывает чувство реакции другого человека, боится, что тот рассердится или боится, что тот уйдет и так далее. Таким образом, цена любви ради Аллаха заключается в том, что каждый из нас должен быть искренним друг к другу. А это достигается посредством взаимных наставлений. Он всегда и постоянно побуждает его к одобряемому ему и запрещает его порицаемое. В своих наставлениях он находится ближе к нему, чем его собственные теми. Вот почему, как сообщается в достоверных преданиях, из привычных действий с подвижниками было то, что когда они расставались, то читали друг другу эту же суру, сурату Аль-Аср. Клянусь перед вечерним временем, что люди несут убудки, кроме тех, которые уверовали, совершали правдные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпением. Вот видели, что это сказать, просто сказать брата, я люблю тебя ради Аллаху, но это большая цена в этом. Просто иногда братья говорят, я тебя люблю ради Аллаху, но он толком не понимает, это смысл, это слово. Ну так образно понимаешь смысл, что якобы хочет показать его, как бы он любит, но если разобраться, он не любит ради Аллаху, просто он говорит языками и все. Вот, и есть, как сказали, надо любить брата ради Аллаха и, конечно, ненавидеть ради Аллаха. Есть тут не такое большое наставление, что я люблю Маз, рахмаллаху. Маз, рахмаллаху, отвечая на вопрос о любви в Аллахе и на ненависть в Аллахе, говорим. Любовь в Аллахе это когда ты любишь ради Аллаха великого и возвышенного. Ты видишь его богобоязенного, верующего, ты любишь его ради Аллаха. Ты видишь неверного, который ослушается Аллаха, и ты ненавидишь его ради Аллаха. Если же он ослушается Аллаха, но в то же время он мусульманин, то ты ненавидишь его по мере его грехов. И верующий, его сердце вмешает и то, и другое. Он любит ради Аллаха, приверженцев, веры богобоязненных, и ненавидит ради Аллаха неверных грешников, совершающих злодеяние. Сердца его вмешивают и то, и то. Если же у человека есть и благо, и зло, как, например, мусульманин-ослушник, то люби его из-за его ислама и ненавидь его из-за его ослушания. И будет в нем в сердце две вещи, две степени. Степень любви и степень ненависти. А что касается верующих, правдивых, в своей вере и делах, то любить их мусульманин полный любви и без ненависти к ним. А тех, кто из числа неверных, то ненавидит их ненависти полные, без любви к ним. Что касается грешника мусульманин, то любить его из-за его веры и ислам, и ненавидит его из-за его крики, ослушания, противоречия. Хоть он грехов, то же самое и мой идея, тоже греховное, но он ненавидит его греховное. И, конечно, есть еще слова шея Абибад, он говорит, кто такой вообще истинный брат? Брат твой тот, кто советует тебе и напоминает тебе, но не тот, кто беспечен к тебе и отворачивается от тебя, и не тот, кто угождает тебе. Однако, в действительности, твой брат тот, кто дает тебе советы и делает тебе назидание, и напоминает тебе, и призывает тебя к Аллаху, и разъединяет тебе путь к спасению, чтобы ты следовал по нему и предостерегая тебя от пути погибели, и разъединяет тебе зло этого исхода, для того, чтобы ты отдалялся от него. Вот, самое главное, есть истинный брат. Это тоже не значит, что если брат в чем-то ошибается, его надо как-то отмазать, нет, оправдывать, нет, наоборот, надо его объяснять, наставления делать, исправлять, не искать его пути там как-то оправдывать. Нет, это уже нарушает истинство, понимаешь? Это не может быть истинным братом. И, конечно, как мы поняли, как шех Ибн Мазархамм сказал, конечно, кто дает советы и наставления своему брату. Это можно по-разному понять. Если человек может делать просто наставление, ну, отвис камеру. Понимаешь? Это тоже нарушение. А здесь, брат, как правильно наставление делать? Ну, послушаем, брат. Именно Ак-Айм, рахамм, Аллах, сказал, если ты высокомерно порицаешь своего брата, мусульманина, за его грех, то знаешь, что твой грех больше, чем его грех. Потому что эта агрессия с твоей стороны и самовосхваление, это словно ты благодаришь самого себя за свои благие деяния и объявляешь о них через отречение от греха. Да, если ты даже порицаешь, надо, чтобы, опять же, быть искренним. Вот это все взят и выбросить, самовосхваление. Конечно, если ты будешь порицать от всякомеры, и это может быть самовосхваление. Ты, как будто ты не самовешаешь грехи, у тебя нет такого греховного деяния, а вот только у него есть. Нет, этого не должно быть. Только должно быть, опять же, это наставление должно быть соответствовать. Он будет правильно делать наставление. На основании чего? Да. Делаешь наставление, подтверждено. Да, и порицать правильно, и делать наставление правильно, чтобы он, конечно, не было обидно ему, не жестко сказать. Конечно, не оправдовать, и, конечно, тогда делаешь наставление, и делать ему оправдно. Если человек знает, если он считает его братом, он же знает его характер. Надо ему как пьет на столе, чтобы она, опять же, не было нарушения. И часто слышим покрывать грехи брата своего. Ищет искать оправдания. 72, да, брат? Оправдания. Ну, я слышал из хадиса. А? Слышал из хадиса. Есть? 72. 72, а, 72 оправдания. Ну, когда он что-то... Не одного, не два, не три, не четыре. Да, ну, видишь, это все общество с большой количеством... Это имеется в виду, когда его нету, брат. То есть, если брат что-то так сделал, и ты про него не знаешь, не можешь его спросить. Да, каких случаев-то это делается. Каких это случаев. Тот же самый, с чехом Ибин База, спрашивали. Есть хадисы по этому, конечно. Смысл хадиса. Кто покроет мусульманина, Аллах покроет его... В мире этом и в мире ином. И у него спрашивают. Разве означает, что если человек совершит что-то порицаемое или непристойный поступок, и я его вскрою, то Аллах и меня покроет, и он спрашивает. Если человек увидит от своего брата по вере недостаток, то есть грех, то он не раскрывает его и не распространяет между людьми. А наоборот, скрывает его, для него дает наставление, направляет его к добру, призывает его к покаянию. Покаянию, Аллах от этого и не позорит его среди людей. Если он увидит, сам увидел и он покроет тогда, он не раскрывает. Нужно лучше делать один на один, да, брат? Конечно, ему дело, нигде не надо рассказывать, что только он видел, и он так и делает. Вот тогда человек может попадать по этой категории. И что касается тех, которые открыто совершают грехи, не стыдятся и показывают их людям, то они сами себя позорят и не являются вместным для покрытия. Если человек открыто совершает грехи, то это не педринзер покрытия. Есть, это мы часто слышим и видим. Если человек совершает открыт грехи и распространяет свои грехи, то говорит, что надо покрывать его грехи. Это вообще, если человек говорит, это вообще не вместное для покрытия. Не является местом покрытия для того, кто порицаемого открыто совершает непристойные поступки и публично совершает их. Просим Аллаха благополучия. Но это не значит, что все время видел и сразу надо рассказывать. Нет, если это нужна, тогда можно приводить пример. Это опять же не значит, что все время надо говорить о нем. Если это дозволено говорить, то его сразу не... Если это нужна, тогда уже говоришь. Это опять же не покрытие грехи. Прокрытие грехов, когда кто-то видел. И покрываешь ему лично, делаешь наставление, и все. И закрыл тему, и нигде... Даже если будет за этим нужна, уже ты не говоришь о нем. Потому что это получится за раскрытие его греха. Да, еще не так обязательно делать наставление, потому что бывает такая ситуация.